Добрый день, меня зовут Туэстин Мюллер, а меня зовут Микель Обструп. Мы здесь перед вами стоим в комфортной зоне. Если будут какие-то технические накладки, мы всегда можем прибегнуть к нашей доске по старинке. Я изобразил улыбку, прежде чем начинать. Добро пожаловать, у всех у вас есть программки. Из программки вы видите, что увидите сегодня многих профессионалов в сфере документального кино, которые принадлежат к странам Северного измерения. Программа очень насыщенная. Вы видите, что люди делают доклад в течение 15 минут. Сегодня, прежде всего, мы выслушаем людей из северных стран. У нас есть также три оратора из балтийских стран, но также есть российские участники. Вы все выслушаете доклады, а потом посмотрим, останется ли время после лекции задать вопросы. Вы уже видите, что презентации очень короткие. В конце дня мы выделим целый час на то, чтобы вы смогли задать свои вопросы и получить необходимые ответы. Объясните нам, пожалуйста, что будет проходить с вебинаром, что будет проходить на экранах, которые у нас здесь висят. На этих экранах будут выходить удаленные люди, которые подключаются к нашей конференции. Там будет два чата. Один на английском языке, другой на русском языке. И мы ждем, что к нам будут подключаться удаленные представители индустрии документального кино. И из России, и из-за рубежа. Соответственно, их вопросы, комментарии интересные я буду отбирать и вбрасывать в наше информационное поле. Спасибо большое. Окей, я думаю, мы готовы. Итак, мы можем начинать. Хочу всех попросить, чтобы говорили крайне медленно. Пожалуйста, отключите мобильные телефоны. Итак, первый оратор сегодня. Гражданин Финляндии. Расскажет нам сегодня о ситуации с документальным кино. Этот оратор много лет работал на международной арене. У него замечательный опыт. Вместе с тем он одарен юмором. Блестящий оратор. И зовут его Иковик Алафти из Финляндии. Добро пожаловать. Вы должны знать, что мы очень любим шутить, очень любим друг друга подкалывать. Людям это не всегда приятно слышать. Но это от чистого сердца. Вместе с тем, сегодня меня специально попросили о следующем. Во-первых, я не должен ругаться. Во-вторых, мне нельзя вам ничего показывать. Более того, нельзя говорить дольше 15 минут. Поэтому, пожалуйста, дайте мне сигнал, когда выйдет мое время. Но мне очень приятно увидеть Берти Вейя Лайнен, потому что он из финской вещательной компании, которая задумывается о будущем северного измерения. Такие люди, как он, и такие компании, как его, компания, совершенно замечательные. Я очень рад, что они вообще существуют. Именно благодаря таким людям существует международное сотрудничество. А теперь можно начинать. Я только хочу напомнить вам, что это только самое начало. С одной стороны, я, конечно, буду говорить о Финляндии. Но вместе с тем, то, что происходит в Финляндии, находит свое отражение во многих странах мира. Недавно читал книгу Каспарова, которая приводит цитату основателя Микрософта. А он, в свою очередь, приводит цитату из китайской мудрости. В любом поражении есть зерно успеха. Я считаю, что в сфере вещания, теле- и радиовещания, эта мудрость совершенно верна. Тысячи документальных фильмов, которые, например, производятся во Франции, которые производились во Франции, раньше производилось очень много документальных фильмов, а теперь гораздо меньше. Есть, например, канал, посвященный искусству, немецкий канал, где, к сожалению, документальные фильмы недостаточно представлены. Как правило, если документальные фильмы и показывают по телевидению, как правило, им достается очень неудачное время, то бишь, поздно вечером показывают. Ну, вот такая ситуация была, например, два года назад в Финляндии. В Финляндии количество международных документальных фильмов составляет 50% от того, какова была ситуация три или четыре года назад. Итак, с одной стороны, мы можем наблюдать позитивную тенденцию в каких-то областях мира. Например, есть серьезные документалисты из Азии, из стран Ближнего Востока. Например, канал Al Jazeera показывает документальные фильмы в Америке. Ну, например, возрождается традиция снятия документального кино в Африке. Ситуация с документальным кино также серьезно изменилась в Индии, в Китае. Китайские документалисты совершенно невероятно талантливы. Но основная область финансирования и проката документальных фильмов, например, в Америке, в некотором роде находится в упадке. Этот упадок можно наблюдать в последние несколько лет. В то же время мы можем наблюдать в Финляндии следующую тенденцию. Может быть, не только в Финляндии, но и в других странах. Количество телевизионных программ возросло. При этом наблюдается больше и больше количества коммерческих каналов. Все-таки какая-то культура по телевидению представлена. Все, что я хочу сказать, это что документальное кино очень четко представлено на телевидении по сравнению с предыдущими годами. Мне, конечно, говорили, не ругайтесь, но, к сожалению, придется. Столько ужасных программ показывают по телевидению, некоторых программ лучше бы вообще не было. Хотя, конечно, так как программ стало в общем больше, то процентное соотношение этих неудачных программ меньше. Итак, по поводу проката. Рисунок проката должным образом изменился. Например, 10 или 15 лет назад, когда я только начал заниматься документальными фильмами, мы считали, что снимаем документальное кино для телевидения. Снимаем документальное кино для телевидения. Сегодня же зачастую телевизионщики говорят нам, этот фильм только для фестиваля годится. С одной стороны, вот 15 лет назад можно было сказать, что этот фильм только для фестиваля. А вот сегодня, если у вас хороший фестивальный фильм, это прекрасно. Потому что фестивалей огромное количество происходит в мире. Количество людей, которые приходят на фестивали, тоже возросло. Вот, например, вчера или пару дней назад я встретил человека из Мексики. Они продают до 100 тысяч билетов на свои международные фестивали. По сравнению с количеством билетов на концерты или выставки, фестивали занимают должную позицию. Количество фестивалей тоже возрастает в разных странах. Люди хотят приходить на фестивали, люди хотят смотреть фильмы, люди хотят смотреть на экран, хотят делиться своим опытом. Это совершенно не то же самое, что смотреть телевизор дома. Это совершенно другой опыт. Мы не должны недооценивать роль фестиваля на сегодняшний день в мире. Второе, что я хотела сказать. Конечно, все мечтают о том, чтобы их фильм показали в кино. И на сегодняшний день такая ситуация становится реальностью, когда больше фильмов показывают в кино. Несколько лет назад в Финляндии у нас были некоторые проблемы. Мы не могли, например, найти три документальных фильмов, которые показывали в кино, которые стали бы кандидатами на финского Оскара. А на сегодняшний день 10, примерно 10 фильмов, которые становятся кандидатами на финского Оскара. И в большинстве случаев затраты оправдывают себя. То есть прокатчики получают свои вложения обратно. В прошлом году только 80 тысяч человек ходили в кино в Финляндии на документальный фильм. Я считаю, что это большое достижение. Итак, третий момент, который хотел сегодня затронуть. У нас ведь вещательная финско-национальная компания. У нас есть, например, используем интернет в своей деятельности. С помощью интернета мы производим маркетинг фильмов. Мы также заметили с помощью своих исследований, что 150 фильмов снимается каждый год не в Соединенных Штатах Америки, а в документальных фильмах. После того, как фильм был показан по телевидению, после того, как фильм показывается по телевидению, очень многие зрители прибирают к услугам интернета. Поэтому все больше и больше количества зрителей смотрят фильмы по интернету. И если, когда документальный фильм показывается по телевидению, может быть, не так уж много зрителей видят этот фильм, по компьютеру этот же фильм могут посмотреть гораздо большее количество человек. И именно благодаря использованию интернета большее количество людей смотрят документальные фильмы. Такая ситуация с тем, что люди все больше прибегают к услугам интернет, также в создании и просмотре документальных фильмов. Показывает, что очень часто, когда у людей есть свободное время, когда они в состоянии сконцентрироваться, они выбирают именно длинные документальные фильмы, которые смотрят дома на компьютере. Может быть, это звучит немножко упрощенно, но это очень важная тенденция для нас, как для обещательной компании, когда мы планируем свое будущее. Потому что раньше нам показалось так, что документальное кино не пользуется популярностью. Мы дали документальным фильмам довольно-таки плохое телевизионное время, очень поздно вечером, например, их показывали. И вдруг мы открываем для себя такой факт, что есть зрители, которые предпочитают смотреть документальные фильмы. Более того, есть совершенно замечательные зрители, которые смотрят документальные фильмы. Такая ситуация происходит не только в Финляндии. То же самое я узнал от компании BBC. То же самое я знаю, такая же ситуация в Нидерландах. Таким образом получается, что документальное кино занимает очень сильные позиции. Если 10 лет назад я готовил фильмы для телевидения, теперь я готовлю фильмы для вещания. То есть важно, это продукт, который находится передо мной. А потом уже мы задумываемся, каким образом будет показан этот фильм. И как мы будем производить сотрудничество с другими платформами. Это означает следующее... Да, конечно, телевидение, это... Пожалуй, в течение следующих 10-15 лет, как скажете, будет занимать лидирующую позицию. То есть в основном фильмы будут показывать по телевизору. Но вместе с тем нельзя забывать о других формах показа фильмов. Интернет может также стать очень важной платформой. И когда происходят общественные дебаты, конечно, очень важно кино. То есть человек садил в кино, посмотрел фильм и обсудил его. И так вот мы вот в феврале у нас выйдет фильм, который станет хитом. Выйдет он на экраны кинотеатров. Прежде всего, конечно, мы видим этот фильм в кинотеатрах. Потом проходит два месяца. Фильм показывают по телевизору. Итак, хит показывают в кино, потом почти сразу по телевидению, потом фильм уже показывают по интернету. Это очень важно для обещательной компании. То, чего ожидает публика. Какие разные платформы показа фильмов используются. Ну и, соответственно, для разных видов платформы необходимы разные источники финансирования. Вы видели «Фуд Инк»? Это известный американский фильм, посвященный еде. Очень длинный фильм. Мы его года два назад показали. Рейтинг совершенно замечательный этого фильма. Многие газеты о нем писали. Итак, вчера... Еще вчера у нас был совершенно другой способ проведения маркетинговых кампаний для того, чтобы обеспечить прокат фильма. У нас были молодые люди, которые путешествовали по всему миру и продвигали фильм. Мы знаем, что это совершенно иное поколение. У них... Они проводили дебаты. И, в частности, выступали час на радио. Этот час был посвящен еде, обсуждению еды. Многие 40 тысяч зрителей и радиослушателей прислушивались к тому, что говорили молодые люди. И в результате всех этих дискуссий, в результате, который породил фильм, все больше и больше количества людей перестали есть мясо. Это была развернута совершенно сношебательная кампания. Было произведено много презентаций фильма. Вышел фильм. После фильма была в дискуссии, как я уже говорил, в течение часа. После этого люди обратились к Твиттеру, к Фейсбуку и обсуждали фильм по интернету. И вдруг ни с того ни с сего вот этот фильм «Фуд Инк» стал темой номер один, который обсуждают люди. Вот посмотрите, эта кампания, пожалуй, гораздо более эффективна, чем предыдущий подход, когда люди после кино смотрели фильм по телевидению. Сейчас закончу. Я бы сказал так. В прежние времена, золотой век документального кино закончился. То есть для качественных документальных фильмов может быть места не так уж много, к сожалению. Но даже небольшие документальные фильмы, которые сделаны так, что отражают мое видение мира, мои эмоции, которые являются в своем роде уникальными. Даже если фильм короткий, а при этом создатель этого фильма породил совершенно замечательные, огромные идеи, то у этого документального фильма даже больше возможностей для того, чтобы выйти в прокат. И возможностей больше сейчас, чем лет 40 назад. Может быть, вы со мной не согласитесь, но я именно так считаю. Потому что наступила эра новых мыслей, нового подхода к финансированию, новому подходу к выбору платформ дистрибуции фильма и, конечно же, новой зрительской аудитории. Я вот говорил только что про Food Inc. Конечно, его смотрели новые, совершенно другие зрители. Зрители стали младше, зрители более активные теперь. И, конечно, вовлеченные в политические дискуссии. То есть это новое мнение, новая аудитория, новые зрители. И большое спасибо. Я понимаю, что я немножко много говорил. Спасибо. Большое спасибо, Ика. Было замечательно. Прекрасное, потрясающее профессиональное отражение своего мнения о будущем, в том числе. Давайте вам напомню, что в конце сегодняшнего дня у нас будет возможность задать вопросы, получить о них ответы. Мы уже составляем такой список подобных вопросов. Естественно, часть из них будет нашему предыдущему оратору. И, надеюсь, он их...